Здравствуйте, я профессор Григорий Томский, президент Международной Академии Конкор, бывший международный чиновник высшей категории Пи-5 ЮНЕСКО, член Союза писателей Франции. Сегодня я буду говорить об отношениях между религиями и обществом. Начну с книги Жан-Клод Карьер «Крой Амс. Верование», которые пытаются ответить на вопрос, что делать в связи с усилением проявлений религиозного фанатизма. Как мы можем достигнуть ожидаемого иногда равновесия и спокойного сосуществования науки и религии? Когда наука будет видеть в вере неразрушаемую часть нашей личности и будет способна дать ей место рядом с собой, со своей стороны верующий, хотя это будет гораздо труднее, должен осознать себя как носителя веры, а не знания, что соответствует реальности. Он должен перестать преподносить свой фантазм как науку и признать свою веру тем, чем она является. Он должен отличать разницу между своим убеждением и законами природы. Несомненно, это просто мечта, но, по крайней мере, можно себе представить мир, в котором верующий будет посвящать каждый день время своему богу или своим демонам. Один или с небольшой группой, он не будет никого беспокоить. Никто не будет из-за этого страдать. Никто не будет возражать. Никто не будет даже знать об этом. Но пока мы очень далеки от этого. Теперь слушайте мнение известного философа и социолога религии Фредерика Ленуара. Наряду с единым деревнивым богом может появиться концепция единого многоликого бога. Единый бог по своей сущности, но многоликий бог по своим проявлениям. Такой флоралистический подход еще далек от признания религиозными деятелями, ибо он релятеризирует исторические религии, считающие себя основным путем к спасению. И понятие избранного народа не является ли такой подход наилучшим теологическим ответом на попытки инструментализации религий для политических целей, как в случаях мусульманского или протестантского фундаментализма. Виталий Борисович Малкин, кандидат технических наук, успешный бизнесмен, бывший сенатор и политический деятель, становится известным в мире благодаря своей книге «Опасные иллюзии о том, как религии лишают нас счастья», изданной на многих языках. В работе «Тысяча ответов на необходимость верить» руководство для просветания без монотизма Малкин описывает идеальную религию своей мечты, способную украсить жизнь. Остается исследовать еще один путь, способ, позволяющий примирить преимущества всех религий. Я говорю это о личной иллюзийской религии, в которой каждый имеет Бога, соответствующего его взглядам. Деизм, в котором каждый имеет право изобретать свои собственные отношения с Божественным. Деизм философов Бедро и Вольтера. При таком подходе нет необходимости решать, существует ли Бог. Поскольку Он не общается, не наблюдает за нами, обращаться к Нему с молитвами нет смысла, так как Он вам не поможет. Но может быть существует, кто знает. Чтобы дать вам необходимую уверенность и продолжать жизнь, В этой концепции больше не возникает проблема толерантности, различия, своего и других, божественной морали. Потому что такое существо едино для всех без исключения. Может быть, есть такой Бог, который нам нужен, Бог, который, как маяк в океане, указывает нам путь, который влечет нас, но не ограничивает нас. Центр Света и Духа, мы можем приблизиться к Нему, если захотим. Но нас ничто не обязывает к этому, и мы можем продолжать нашу человеческую жизнь. Лично я рассматриваю это решение как способ перевернуть страницу с монотеизмом. Идеальная религия была бы компромиссом между естественными верованиями. Верованиями политоистических религий и рациональными усилиями монотеизма, направленными на понимание этих богов, богословов и просвещенных католических философов, таких как Гидия. Малкин мечтает изобрести религию, которой не хватает, религию свободных и гидонистических духов, которые рассматривали бы традиции как способ украсить жизнь, а не подчинить ее. Но именно в таком духе написаны мои книги о современном тангризме, совместимом с научным мировоззрением и способствующем повышению качества жизни. Кроме книг имеется большое количество статей, доступных в известной электронной библиотеке Киберленинга, видеолекции и других материалов на моем канале Григорий Томский на YouTube, например, о классическом и современном тангризме, тенгризме-тенгрианстве. Я лично считаю, что определенная религиозность вполне совместима с научным мировоззрением. Для меня понятие Бога – это прежде всего символ, который позволяет мобилизовать свои психологические и другие известные и неизвестные внутренние силы и ресурсы, а также настроиться на получение помощи от неизвестных в науке внешних сил, энергий и других источников, способных помочь человеку. Короче говоря, я воспринимаю Бога как совокупность всех неизвестных в науке сил, полей и их источников, способных помочь человеку. Такое понимание Бога не противоречит его восприятию в других религиях. В то же время и наука не может отрицать существование неизвестных еще и сил, энергий, полей и других источников, способных помочь человеку. Якутская религия восходит тенгрианской религии степных народов, гоннов, древних тюрн. И средневековых жителей Великой Монгольской империи. В XIII веке эта религия была достаточно хорошо зафиксирована в письменных источниках, посланиях великих ханов, папам римским, французскому королю, святому Людовику и других источниках. Достаточно, например, прочитать внимательно путевые записки великих путешественников, плана Карпини и Вильяма Рубрика. Из всех этих источников видно, что кредо классического тангризма было основано на трех идеях. Во-первых, на идее толерантности в сформулированной виде существует только один Бог. Он дал человеку много пальцев и точно так же он дал ему много путей к единому Богу. Вторая идея – это идея всеобщего мира, выраженная словами. Волей вечного неба весь мир от востока до самого запада будет объединен в радости и мире. Сравним теперь классический тангризм с естественной религией Дидро, Руссо, Вольтера и других философов эпохи Просвещения. Дени Дидро был организатором выпуска знаменитой энциклопедии. Он и многие другие мыслители понимали под естественной религией общую основу всех религий, остающуюся после удаления их фольклорной надстройки и рассказов о божественном откровении. Преимуществом такой религии, содержащей общее для всех верование, является универсальность, исключающая догматизм и фанатизм. В частности, Дидро считал христианскую религию слишком усложненной и догматизированной. Дидро вопрошал, нельзя ли считать, что все религии мира – просто секты естественной религии, и что иудеи, христиане, мусульмане и даже язычники – также лишь натуралисты-эретики и натуралисты-схизматики? Сравним это высказывание сомнением степняков, которые считали, что на самом деле они верят в того же Бога, что и христиане, мусульмане, иудеи, что все религии являются различными путями, ведущими к единому и великому Богу. Проведенный анализ позволяет считать кредо классического тангризма великим. Мы формулируем кредо тангризма в современных терминах в соответствии со смыслом его классической формулировки следующим образом. Есть много путей к единому Богу, и надо верить так, чтобы не наносить ущерба другим. Пусть эта вера способствует сплочению людей доброй воли, чтобы человечество жило в согласии и могло решать все возникающие перед ним задачи и проблемы. В соответствии с этим кредо каждый может воспринимать понятие Бога по-своему. Современный тангризм имеет черты идеальной религии, описанной Малкиным, ибо в нем каждый имеет Бога, соответствующего его взгляду, и имеет право изобретать свои собственные отношения с Божественным. Не возникает проблемы толерантности, различия своего и других. Мы можем приблизиться к Богу, если захотим, на нас ничто не обязывает к этому, и мы можем продолжать нашу человеческую жизнь. Таким образом, современный тангризм является способом, позволяющим примирить преимущество всех религий. Продолжение следует...